Приветствую дорогие друзья, юные разработчики программ, образовательных игр, просто игр, начинающие программисты. Меня зовут Ольга и сейчас мы с вами быстро рассмотрим несколько основных моментов, которые связаны с тем, как мы работаем в команде. Понятно, что любую программу или, правильнее сказать, программный продукт, более-менее сложный, должна разрабатывать команда. Образовательная игра это тоже программный продукт и для его разработки необходимо выполнить какое-то количество основных операций, основных этапов. Основные следующие. Первые проектирования. На этом этапе мы придумываем, что мы будем делать, ставим какие-то цели и задачи, описываем их. После этого приступаем к разработке основных компонентов. Каждый из компонентов может делать отдельный член команды. Ну и условно завершающая стадия разработки любого программного продукта это тестирование. И у меня здесь еще написано и отбраковка. Особенно это касается творческих проектов, игр, когда мы что-то пробуем, делаем, нам не нравится и мы возвращаемся назад. Например, на этап проектирования, когда мы уточняем, что мы сделали не так, мы делаем что-то лучше, либо делаем что-то новое. Либо, если что-то не получилось, но мы хотели все-таки сделать это лучше, мы разрабатываем, дорабатываем точнее те компоненты, которые показали какие-то не те результаты. Это основные этапы, которые проходит любой программный продукт. Ну а далее, если все получилось, это уже опытная эксплуатация, внедрение в процессы какие-то. Это уже, собственно, жизненный цикл продукта. Когда мы занимаемся проектированием, мы разрабатываем так называемое техническое задание или ТЗ. Или, если мы говорим об играх, то разработчики ИГДР создают геймдизайн документы или ГДД. Что содержит в себе такое техническое задание или геймдизайн документ? Первое, очень важное, это название проекта. Особенно это важно для игры, для образовательного проекта. Как говорится, как вы яхту назовете, так она и поплывет. От названия зависит очень многое. От названия мы отталкиваемся, пользователи начинают понимать, а что, собственно, их ждет, когда они будут, допустим, играть в ту или иную игру или обучаться с помощью этой игры. Когда мы проектируем проект, любой программный продукт, мы должны понимать, для кого мы это делаем, то есть определяем целевую аудиторию. К примеру, вы делаете игру для детей или для взрослых, или для девочек, или для мальчиков. Или вы делаете образовательный продукт какой-то, это, к примеру, для учеников третьего класса. Далее мы понимаем, какие задачи должен решать наш программный продукт, наш образовательный проект или игра, для чего мы ее делаем. В игре это могут быть какие-то игровые задачи для нашего игрока, это могут быть описания каких-то игровых уровней. В образовательном проекте это будут задачи, которые мы будем решать, или показывать, как решать те или иные задачи, или какой-то учебный материал предоставлять и так далее. Исходя из задач, целевой аудитории и названия, мы разрабатываем структуру, собственно, из чего состоит наша программа, наш продукт, из каких основных компонентов. И, наконец, определяем этапы разработки и, собственно, команду и задачи, которые будет решать каждый разработчик, то есть кто что будет реализовывать. Это такие основные части технического задания. Конечно, в зависимости от конкретной программы, техническое задание может меняться. Но это может быть какой-то очень большой длинный текстовый документ, или какие-то наброски, или даже какие-то скетчи с рисунками конкретных экранов какой-то конкретной игры. Каждый выбирает для себя свой способ описания своего продукта и потом уже приступает к его реализации. Все равно мы так или иначе что-то должны фиксировать, особенно если мы говорим о том, что должна работать команда, чтобы каждый член команды мог знать, что делает другой, и согласовывать это со своими друзьями. Кто же у нас в команде разработчиков? Если мы говорим об игре или об образовательной игре, у нас один из разработчиков важных – это сценарист, или геймдизайнер, или генератор идей, тот, который, в общем-то, придумывает проект. Конечно же, без художников, без дизайнеров уровней, так называемых левел-дизайнеров или дизайнеров интерфейсов, тоже не обойтись. То есть тот, кто умеет рисовать. Конечно же, куда же без программиста, тот, кто пишет код. Но у нас игра, у нас образовательный проект, очень часто содержит какой-то звук, музыку, речевые какие-то вещи, и все это делают саундмейкеры, звукорежиссеры, композиторы. Мы говорили о тестировании, и, конечно же, в команде у нас должен быть тестировщик. Ну и когда наш проект завершен, либо когда мы его разрабатываем большой командой, нам нужен менеджер проекта, то есть тот, кто управляет, собственно, разработкой проектов, и пиар-менеджер, тот, кто продвигает проект, тот, кто способствует тому, чтобы о нем узнали другие люди. Команда может быть большой, может быть не очень, и, в принципе, все эти роли может выполнять один человек или два человека. Какие-то роли могут быть пропущены, если нам не надо что-то делать, но в основном задачи сводятся к тому, что мы выполняем те или иные роли. Пусть даже это один разработчик, но он эти задачи решает. Как же мы работаем в Scratch? Какие у нас есть возможности работать в команде технически? Первая в Scratch есть замечательная вещь, которая называется «Ремиксы». Обязательно для того, чтобы иметь возможность сделать ремикс, надо войти в свой аккаунт, быть зарегистрированным. И у нас есть, вот сейчас мы работаем со Scratch 3.0, красивая зеленая кнопка под названием «Ремикс», когда мы открываем любой проект. Либо когда мы войдем внутрь проекта, мы тоже можем найти кнопку «Ремикс». На том, как это делается, к этому будут посвящены другие видео. Сейчас мы кратко рассматриваем технические возможности. Следующее, что мы можем использовать, это рюкзак. Тоже, когда мы находимся в своем аккаунте в онлайн-режиме, у нас в нижней части интерфейса среды разработки Scratch есть рюкзак. По нему просто достаточно кликнуть с левой кнопочкой мыши. Сначала рюкзак пустой, ну а потом мы в этот рюкзак можем стаскивать спрайты, скрипты, костюмы, фоны, все что угодно. Здесь в рюкзаке у нас оказывается. А потом, если мы создадим новый проект или откроем какой-то другой, отсюда из рюкзака мы точно так же вытаскиваем соответствующие части нашего проекта, собранные в рюкзаке элементы. Ну и, наконец, если мы работаем офлайн, то мы можем воспользоваться всевозможными способами сохранения файл. Понятно, что мы можем сохранить файл проект, если мы на сайте, то для этого мы используем пункт меню «Файл сохранить на свой компьютер». Если мы работаем в офлайн-версии, то там просто есть кнопка «Сохранить» или «Сохранить как». Но это весь проект. Иногда это неудобно, потому что мы хотим, например, из одного проекта перенести в другой проект какой-то код. Поэтому мы можем экспортировать спрайты и сохранять их в отдельные файлы. А потом так же открывать их из файлов, и у нас будут открываться все костюмы и все скрипты, которые с этим спрайтом были ранее. Кроме того, мы можем сохранять файл, экспортировать, правильнее будем говорить, отдельные костюмы или даже отдельные фоны. Тоже иногда нам нужна только картинка, и мы можем это делать, потом открывать из файла. Опять же, как я уже сказала, более подробно о том, как это делать, я расскажу в отдельных видео. Вот мы кратко поговорили о том, как работает команда. Я благодарю всех за внимание, желаю вам творческих успехов. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok